Араб Байдус Муратов Конечно, нельзя сравнивать старые и современные машины. Старый автомобиль неоднократно подводил меня на дороге. Иногда приходилось делать ремонт посреди пути. В свою очередь, новая техника открывает перед нами широкие перспективы. Благодаря новым возможностям и передовым технологиям мы можем работать на дорогах более эффективно и безопасно. Для улучшения дорожной инфраструктуры в страну было привезено 84 единицы дорожной техники. Если ранее заключались договоры с частными компаниями для строительства дорог, то теперь государство переходит к самостоятельному выполнению этой работы. В таких условиях обязательно наличие необходимой техники. Будем сами своими силами строить. Мы приобрели их в лизинговой системе на три года. Сначала 30% оплатили, а 70% разделим на три года. Ежеквартально будем платить. Эти техники сейчас отправим по всеми областям. В церемонии передачи спецтехники принял участие заместитель председателя Кабмина Бахатурбаев. Он отметил, что по поручению главы государства в целях развития, обновления и улучшения материально-технической базы Минтранса, кабинетом министров выделены средства из республиканского бюджета на приобретение спецтехники. Он также отметил, что в настоящее время ведутся интенсивные дорожно-строительные работы. Особая поддержка оказывается в рамках динамичного развития дорожной отрасли. В этом году на реализацию дорожных проектов из бюджета выделено более 6 миллиардов сомов. До конца года в республике планируется построить и отремонтировать 855 километров дорог. Из них 587 километров будет заасфальтировано, 178 километров подвергнуты шероховатой поверхностной обработке и 90 километров гравийному покрытию. Отметим, что для дорожной отрасли республики будет закуплено 669 единиц спецтехники. Остальная часть техники для строительства, ремонта и очистки дорог будет доставлена в ближайшее время. Ирладун Шалиев, Азамат Жапаков, Аллату, 24